Привет! Я хочу показать, как убивают Клязьму. Ее убивают полномерно, цинично и верно. В реку производится сброс отходов. Сбрасывают черную зловонную жижу ниже плотины. Вчера я туда выезжал и заснял. Я попытаюсь донести до людей, что происходит с рекой в городе Ногинск. Если есть небезразличные, будет неплохо, если видео попадет в другую соцсеть, где-то распространится. Неприятного просмотра. Здесь какое-то заведение, которое отгородилось колючей проволокой. Прохода нет. Уже немного осталось, сейчас подойдем к главному украшению, ради которого я и выбирался. Тут уже такой запах появился, который вот такую воду сбрасывают в реку Клязьму. 300 метров ниже плотины. Вот что творится на реке. Запах, конечно, неописуемый. Хотел показать след на воде, докуда он продолжался от сброса этой трубы. Примерно до сюда была черная мутная вода. Сейчас уже течением снесло, питалась в ил. Но вот я хочу передать привет рыбакам, которые ниже этой трубы ловят рыбу. Рыбакам. Рыбакам. Рыбак. 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 Жители одной из деревень в Ногинском районе почувствовали, что дело пахнет нет ни керосином, все куда хуже метан-тиолом. Газом с сильным отвратительным запахом, напоминающим гнилую капусту. Люди уверены, опасный смрад исходит от речки, которую отравил находящийся по соседству мусорный полигон. Раковые заболевания. В течение года 10 человек умерло. Деревня и весь Ногинский район уже больше года находятся в смрадной блокаде. Местную речку Безяевку уже давно называют просто «вонючка». Вот она, речка Безяевка. Вода в ней кажется абсолютно черного цвета. Местные власти уверяют, что это торфяного происхождения водоем. Какого действительно происхождения водоем, даст ответ лабораторная экспертиза. Тимохово всего в 50 километрах от Москвы, но питьевая вода здесь только в магазинах. В древней Тимохово нет водопровода, поэтому местные жители пользуются индивидуальными колодцами либо склажинами. Говорят, что вода в них не отличается от той, что в речке Безяевке, которая проходит рядом. Запахи у нас сейчас в стране не нормируются. Зато нормируется состав воды. Мы отправили жидкость из колодца в Тимохово на независимую экспертизу. От полученных результатов волосы буквально встают дыбом. Если в такой воде, например, консервировать трупы, очень удобно. Они разлагаться не будут. Для пятия если использовать, то просто организм человека, естественно, непосредственно сразу превратится в труп. Канализационные стоки и те чище, чем вода в Тимохово. В несколько десятков и сотен раз по некоторым показателям превышено содержание, например, формальдегида в речной воде. Огромное содержание в тысячи раз превышено содержание фенола. Помимо мусорного полигона в окрестностях Тимохово есть сгнившие очистные сооружения, химическое производство и мясокомбинат. Дело за малым. Выяснить, какое из этих предприятий используют обнаруженные в пробах химические соединения. Ведь речка Безяевка в конечном итоге впадает в Крязьминское водохранилище. Впадает в Крязьминское водохранилище. Один из источников московской питьевой воды. На территории городского поселения Букв размещено и расположено три кладбища. Кладбище размещено в водоохранной зоне.